Алло, железнодопроводи. Алло, 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 Игорь Михайлович. Здравствуйте, я не понял, вы мне звоните или я вам? Сейчас вы мне звоните, когда я вам подгонила трубку и я-то... Ну ладно, ничего, разницы нет. Итак, вы знаете что... Написали мне письмо, я сейчас на экране показывать не буду, у меня нет привычки личное письмо показывать, так... на всеобщее обозрение. Но разговор будет на всеобщее обозрение. Я вас предупредил. Если вы еще не привязались к Тулу, привяжитесь сейчас. Почему? Вас интересует тема колновидных яблон. Она время от времени затухает, потом возникает снова. Дело в том, что один из страшнейших лохотронов, аферистов огромное количество, которые ободрали нас на миллиарды рублей. Именно досаленцы под названием колновидная. Значит, у меня есть опыт. Опыт определенный. У меня есть три мировых рекорда. Я имею право рассуждать, имея три мировых рекорда, при работе с колновидным яблоном? Конечно. Имею, да? Итак, смотрите, как мы построим наш разговор. Я смотрю, идет ли запись. Вы согласились про запись. Значит, я должен был сказать следующее. Но обычно после этого мне не верят еще другие источники. Например, первое. Колновидная яблоня на экране, колновидная яблоня из интернета. Одна из самых популярнейших. Почему? Здесь яблоко на фотографии больше, чем листья. Такое бывает один раз за всю жизнь этого яблони. А жизнь и короткая. Три-пять лет, как правило. Это один случай. Да, колонна. Да, настоящая. Чаще рисуют, но в данном случае настоящая. Вы потом увидите, когда я вам пришлю ссылку на этот фильм. Вот. Это один случай, даже не на тысячу, а, допустим, на десять тысяч, на двадцать. А остальное, это называется деньги на ветер. Та же, как водка без пива. Точно так же. Деньги на ветер. Вот. Примерно одинаковое. Итак, значит, я должен был сказать вам, что колновидные яблони, плодносящие, успешные, встречаются одна на тысячу. Я имею в виду среднюю полосу России. Раз. Второе. И на этом можно было бы закончить разговор. Итак, задеваю пальцы. На планете нет ни одной колновидного абрикоса. А вы помните, что вы у меня попросили? Вы саженцы попросили. А как я могу высадить саженцы абрикоса, если их на планете нет ни одной, и нет у меня, и быть не может. Да, у меня три миллиона рекорда по яблоням. Но у меня не колновидные яблоны, у меня псевдо-колновидные яблоны. Я сейчас вам покажу их. Ну, увидите позже, но я надеюсь, что ваш звонок спасёт. Ну, пусть хотя бы 20, 50, 100 человек откажутся от этой идиотской мысли, что законы природы нарушены. Нарушены. И можно всё угодно творить. И ещё, знаете, что я вам скажу сразу? Это лохотроны как? От чего зависят? Вы просто этого не знаете, знать не можете. Вы далеки. Вы попросили. Так согласно? А теперь смотрите, до чего дошла эта подлость, невероятная наглость, хамство, обман, мошенничество, в истории высылаем по 147 рублей семечку, и через 3 месяца у вас будет, заметьте, не через 3 года. Я сказал, чтобы вы привязались. Вы привязались? Нет, говорите. Свалитесь со стула сейчас. Травму получите. Через 3 месяца должно быть полносящее дерево с десятком килограмм, вишен, перси, ну, это самое, там длинный список. Через 3 месяца, мало того, в этот горшок, через 3 месяца вы садите вторую семечку, но вы же не можете столько сожрать, извините за уважение, вы получите это. А знаете, что они сделали? Я их еще выставлю на позор, и не раз. Почему? Потому что там, в этой сверх лохов, нет, рассчитывая на лохов, сверх наглой, подлой сайте стоит моя фотография. Может ли взрослых мужчин на стране моего возраста, допустим, 10-20 миллионов, по теоретности, могла быть моя вот случайно, нет, что им надо? А вот узнаваемая рожа обнушает доверие, и человек, который учился на трое в тридцать минусом школе, ну, фактически нихера не учился, я уже чуть ли не матом, он берет и покупает, а семечко 147 рублей, фу, через 3 месяца вы увидите то, что на экране вот сейчас, примерно. Вот, вот, то есть продолжается лохотрон, теперь возвращаемся к чему? Итак, я загибаю пальцы, на планете нет ни одного абрикоса, колновидного, ни одного персика колновидного, вот возьмите абрикос, там где вот фотографии подбирают, там где густо-густо, у меня такие фотографии сотни, и мои тоже используют, кстати, вот, абрикосовая, да, на следующий год там уже ствол голый, как коленка, понимаете, на центральном стволе, чтобы несколько лет поднять по ладоши, а на штамбе, невозможно, нету, это, генетика не позволяет, но это ладно, персиков, ни одного на планете, а сейчас, если бы я вот сейчас набрал бы, колновидные персики, колновидные яблони, колновидные груши, колновидные сливы, колновидные вишни, что там еще у нас идет, вот, и так далее, ни одного на планете нет, а торгуют ими миллионами, Каждый хочет то, что на фотографии. Ладно, вот смотрите. Я надеюсь, вы мне поверили. Я сейчас достал свою старую статью. Вот она. Для начала я написал видеосеминар «Новое садоводство». Это старый семинар. «Сладкие сказки или страшная правда о колоннах». Фотографию взял из интернета. Красивого спора нет. А потом, внимание, еще две фотографии для лохов, извините, для нас с вами. Ну, то есть, принимая нас за лохов. Вот еще две фотографии. А потом идет настоящая колонновидная яблоня. Они тоже 2-3 года и все. Те, кто даже видит роскошные вот эти фотографии, это Крым. Никогда с севернее не пойдут. То есть, под Москвой они уже были бы пустые. У них есть качества какие? У них клоновая подвое. Это маленькие палки с коротенькими корешками. Я знаю, я его из Москвы выписывал. Коротенькими корешками. Так. Они приростов сразу уже не дают. И давать не могут. Корешки не позволяют. Они не развиваются. Они на голой палке выросли корешки. И вот эти корешки мощные, из семян. И вот получились такие. И вот где-то на юге вот такая удачная фотография. И даже там, то есть, на севере это исключено. Но это еще яблонь. Дальше есть товарищ, который обыкновенную яблоню выдает за колонну. Ну, что только раз, два, три, четыре, пять, шесть стволов. Какая-то колонна. Вот. Дальше я еще, потом увидите. Якобы колонны продаются. И вот он прямо на рынке. И никакие нахрен не колонны. Извините за выражение. Вот. Дальше я взял фотографию с моего сада. Это я же объясняю не вам, а тем, кто видит сейчас на экране. Это фотография с моего сада. Вот. Здесь порядка десяти ведер на небольшом дереве. Да. Количество веток. Может, сорок, может, пятьдесят. Каждый из них можно выдать за колонну. Каждый. То есть, она заменила мне пятьдесят колонновидных яблонь. Вот таких вот. Как та самая первая. Потом поймете. Вот. Вот. Примерно пятьдесят таких она заменила. Так, по крайней мере, она подносит и подносит каждый год. А дальше идем смотреть дальше. Ну, Распопова это суперспециалист. У нее настоящая колонна. Это я как бы это. Но это опять яблонь. Не груша, не априкос, не персик. Распопов Геннадий Федорович. Вот настоящий специалист. Но этот дурить вас не будет. Вот. Дальше смотрите на фотографии. Доцветает моя колонновидная яблоня, у которого так получилось после прыгки. Два одинаковых штамбок. Я оба не убирал. Все они. А это колонна. Вот. Но если у нее особенности, я потом ниже скажу. Вот. Ну, вы же потерпите. Ладно, вы же всыпую смотрите. Слушайте. Только уши развесили, а то все это увидите. Я вам первый вышлю. Я вам даже черновик вышлю. Даже, может быть, через полчаса вышлю. Так. Смотрим сюда. Значит, получилось удачное. Там есть особенность. Это корни, которые колонны не выращивают. Я один выращиваю. Но это второй момент. Итак, огромное количество зацветающих почек. Все видели? Я не вам. Бедная, несчастная. Связалась с фонатиками. Что-то. Жили бы спокойно. А, тогда вы бы остались без денег и без рожая. Да, 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 да. Так что, да, терпите. Ладно. Ой, минуточку. Фамилия, имя, отчество. Ну-ка. Судова Наталья. Наталья? Наталья, Наталья. Очень приятно. Так, смотрим дальше. Итак, множество цветочек, почек. И о чудо, следующая фотография. И что интересно, это же учебный фильм, а не просто фильм. Итак, мы имеем, вот весна, вот лето, осень. И вот они, красивейшие плоды, это сорт баргузин. Оба зацвели и оба дали выражать по нескольку ветер. Я потом ниже покажу, вахните. Несколько ветер, каждая дала. А я должен, вы знаете, команда всем, кто колонну посадил, дальше она растет, как любое дерево, то есть дает боковые ветки, потому что на самом деле клоновые подвои, это миф, это давно уже, что возится-то, обыкновенные подвои, а у меня боковые ветки, а вы их отрежьте. И отрезают ветки, будучи выражаем, а ветка отрезанная должна дать еще ветки и превратиться в дерево. А тут, ну ладно, у меня все-таки, смотрите, боковые ветки видите, вот вы не видите. Слева, если смотреть от меня на экран, вот уже пошла боковая ветка сюда, так, вот. Потом, плохо видно, ну так, такая же фотография. В общем, она начинает распушиться и постепенно превращается в псевдоколонну. От колонны у нее только очень густое расположение почек и очень большое количество яблок. Вот. Ну, идем дальше. Я показываю молодую, вот, вот это плечо, здесь фотография я стою, яблоки держу. Еще там, почему? Чтобы доказать, что я не болтун, что у меня настоящие колонны, но это верхняя часть. Это имеется ввиду привитые. Вот они такие есть. Не спутаешь, да, все честно. И доставал с трудом, но честно. Вот. Знаете, как доставал? Говорите, у нас было 10 человек. Мы в Москву отправили 20 или 20. Ну, в Саиногорсов. Тогда это была бешеная реклама и бешеный энтузиазм. Как говорит этот тратин, энтузиазм. И вот этот энтузиазм. И мне из этих сотен досталось 4. Я их посадил. Росты были. Размером 4. Одна погибла сразу. Размер, ну, видно было, что у нее искусственные корни. Размер примерно как борода у даже, не как у старовера, как у китайца размером. Вот. Длинненькая. И 4 яблочка было на одной. Вторая погибла. А на этой было 4. Вот таких я показываю. Видно меня перед экраном. вот такие как шпичка. И я развелся. Я же верю за. И вот перед вами привитая на корневые отводки. Корневые отводки это издержанный рост. Это отводок. Это и не так, где искусственные корни. У него корни настоящие. Но от мамы идет отводок. Вот. То есть это очень удобная вещь для прививки. Вот перед вами они холодные, пожалуйста. Я спас этот сорт. Вот. Вот так и отрезал 2 штучки и спас. Потом погибла вторая и на этом все. И потом так мы дружили, отслеживали судьбу всей сотни. Только у одного человека был рекордный урожай 17 яблок. Ну а теперь посчитайте, что количество саженцев было 100. Так. Суммарный урожай был меньше 100 штук. Большинство сразу погибли. Как только их посадили, они даже не очухались. Вот это и было. Это дань моде. А вы хотели повторить за нами. Ну короче, у вас много денег, иначе же это. Нет. Я шучу. У вас много желания иметь сад. Вот. И смотрим дальше. Вот. Смотрите внимательно. Эти два дерева проходят год или два. Там-дарам-дарам-дарам-дарам и наконец вот это дерево снимало абаканское телевидение. Я убрал из-под него все яблоки ранее упавшие. Чистый опыт. Я тряс его. Стряс все яблоки. Оказалось, пять ветер. Это мировой рекорд для колонн. Потому что если на 7 спрямить, это уже не считается для рекорд. Все. Вот. Это просто обыкновенные яблони. Итак, второй рекорд морозостойкости. Внимание, сейчас покажу. Это крупный план. Третий рекорд самый высокий в мире колонн. У меня таких было штук 6,80. Все вот такого роста. 6 метров. Вот. Вот это мои рекорды. Вот. Другое дело, что у меня сейчас они есть, но на следующее поколение. Они подмерзают. Подмерзают верхушки и дают боковой ветку. Видите, боковой ветки? Знаете, как я убил эту яблоню? Я срезал эти ветки, вот они, боковые, и продавал. Потому что был момент, когда не хватало денег не то, что на мясо, на масло, на крем. Было. Вот. Наконец, следующее поколение тоже другие пошли. Вот. Вы видите, красота необыкновенная. Но они начали деградировать, уменьшаться в размерах. Дикарь, а дикий подвой, начал побеждать какую-то культуру. Показываю зимний снимок. Справа вдали колонна, справа вдали самая зеленая. Так и ушла в зиму, не сбросил ни одного листочка. Прощай, Вася. Вот. Колонны одни из самых неважностойких яблоней, даже на сибирках. Это факт. Вот еще одна, вторая колонна. Видите? Вот еще одна. Прощай, Вася. Но я тут же восстанавливал, потому что год-два я снова с яблоками. Но никаких рекордов, просто я проступал как испытатель. Вот. И на этом все. Вот. Есть у меня еще задумка, если у вас терпения хватит, я прямо сейчас покажу вам, а значит, всем вот эти страшные вещи. Фо-то-ко-ло-ны. Итак, ну, колонны понятия широкая, давай тогда колонны, колонны, виды, ны, е. Например, сейчас вы видите страшные вещи. Пер, си, ки. А так хочется много персиков, они же, в принципе, до полутора метров. Значит, их угрыть можно так же. И вот мы посмотрели на персик. Итак, железом, в данном случае выступает эксперт, у которого персики существуют. Вот. Вот это вот самая знаменитая фотография. Вот они, якобы. Она нарисована. Вот. Всегда заправлена, когда дальше зеленая вот эта тут самая перспектива, она нарисована. Раз. Вот. Вот это обыкновенные персики никого отношения к колоннам не имеют. Вот. И вот смотрите, я сейчас открою один из секретов. Я выберу, ну вот это тоже самое нарисованное. Сейчас я выберу более характерную фотографию. Более характерную. Те, которые чаще все, а, е-мое, а что тут делает мой апрекос? Это моя личная фотография. Но она сюда, видимо, случайно попала. А знаете, почему? На персик похоже. Почему? Вот. А-а-а. Ох ты, е-м. А можно материться, нет? Можно. Ладно, не буду. Я потерю ваши уши. Я увидел свою фотографию. Сто процентов мою, клянусь Богом, моя. Даже сто один процент. Так вот, что здесь написано? Почему она попала среди персиков? Ну, понятно, что густо. Но это не, там вполне нету. Это списающая ветка. Мое абрикоса. Теперь читаем. Персик колоридный. Описание сортов. Сезон дача. Сорта персика нектарина для Подмосковья. Вот. В общем, вы поняли. Это для чего? Это для того, чтобы это палить якобы колоридный персик. Ладно. Вот это уже открытие. Сейчас я покажу наиболее характерный. Вот один из них. Берем, делаем так. Найти изображение в Яндексе. Это, кстати, нарисованный. Вот. Найти изображение в Яндексе. Вот. И посмотрим. Я листаю. Все пошел на десятки. На десятки. На десятки. На десятки. На итак, вот он Стайнберг уже стал. Так. Набор колоновидных садовцев на агробис. Да. В гривнах. Значит, эта фотография украинцы. гривны. Правильно? Ага. Вот. Вот. Колоновидный сувенир. Да. Это уже сувениром стал. Вот. Ну, чуть-чуть вверх. Чуть-чуть вверх. Монблан. Чуть-чуть вверх. Чуть-чуть вверх. А, тут еще много английского шрифта. Много. Вот. Знаете, почему? Там тоже Нектарин Карликовый. Он уже Романом называется. Вот. Мелитополь он. Ой, лучше этот город лучше страдали с ним упоминать. Вот. Он уже Золотой Триумф в Одессе, в Киеве, в Украине. То есть какая-то кто-то нарисовал его. Вот. А так как настоящих колоний существует, десятки сайтов вынуждены ее более присвоить. Каждый называет свои. Ладно, с персиками закончили, поинтереснее будет сейчас. Сюните, фото, колонавидное, груши, там больше главное. Груши, потом увидите. Хорошо, что вы меня поддакиваете, я не чувствую себя одиноко. Итак, смотрим. Я уже не раз показывал, были поводы. И вот повод я хочу вас отучить от этого. Самая первая фотография это ветка свисающая с дерева груша. Ветка свисающая, а не колонна. А сбоку, справа, штамп. А его еще меняют туда-сюда. И вот получается найти изображение в Яндексе. Смотрите внимательно. Любуемся. Я вам потом еще покажу свои фотографии. Вот. То есть, учитывая удачный снимок, никакого отношения колоннам не имеющие. Вообще. Вот. И здесь бесконечное количество, то есть, так как колоннам нет на планете, ни одной. Вот такое огромное количество, громадное количество сайтов у себя делают, что вот, смотрите, у нас есть это. Ой, Господи, когда же вы кончитесь? А вот здесь, кстати, штамп видно. Вот она же, ну, это, не все отрезают штамп. Все, ладно, проехали. Теперь я вам сейчас покажу то, чего не может быть никогда. Я люблю прикалываться. Сейчас, сейчас, Вот, смотрите. А что они делают, знаете, нет? Объясняю. А где еще? Вот здесь логотип сделали, называется, ну, непереводимо, Натали. И по-английски, так. И еще сердечко, вас любят. Так вот, вас любят ваши деньги. И называют, так это называют не любовь, а это самое. Как бы есть слова по грубее, знаете. Так вот, обратите внимание, потом, когда увидите. Первая верхняя груша, она нарисована. Почему? Вот у нее пятнышко, вот беленькие, беленькие. Вот. Видите? И вот она, это пятнышко. В общем, художник, у него, вот, вот, и художник, он решил, как сделать? Он решил, не заморачиваться, есть такое слово, не заморачиваться. Давайте посмотрим еще, сейчас я покажу. Здесь такие были красавцы, что аж дух захватывало. А вот, смотрите сюда. итак, перед нами груша. Вот. Называется колновидная, т.д. Тут есть название сайта, внимание. Итак, вот, а наиболее характерное, у нас надо такие вещи, ну, в школах разведки, КГБ, это понятно, там такие вещи проходят. Например, на, на, на этот самый, ну, надо бы в школах, на биологии, надо бы в университетах, сельскохозяйственной. Вот она, груша верхняя, с пятнышком. Так? Берем следующий ярус. Вот она же. Она же? Она же, да. То есть, человек не заморачивается, он брал вот эти три груши, вот я показываю логотип, ой, этот, самую, стрелку. Вот они три. Разворачивается на 180 градусов. Вот они три, с вероятностью 101%. И вот это все нарисовано. Дальний план зеленый, такой же не определенный. Это всегда когда рисует. И у меня таких здесь находок несколько десятков. Грушами разобрались, дальше будем. Еще показать, какой это называется первого. Вот. Это, ну, как бы сказать, это настолько все нагло, подло. Вот. Маленький горшочек, а на нем висит ведро. Это, ну, нет, не выдержу. Значит, если вы потом, но вы не в разведке, я же не знаю вашу профессию, так, если бы вас там научили, ну, то есть, внимательности, и тогда вы смотрите на эти три горшка, с нарисованной горшкой, вы видите, я показываю, это хорошо на компьютере, плохо на телефоне. Вот ветка сбоку слева. Разворачивать на 108 градусов, вот она справа. Вот ветка справа, поменьше. Теперь она слева. Вот нижний ярус. Раз, два. Если хорошо видно на компьютере, вот моя, это как бы, как бы, это, курсор или что. Вот они три. А над ними вот этот листик. Смотрим, и мы видим его. И здесь, там по длине нарисовали, и здесь. Схоже 101%. Не 100, 101. Верхняя груша, вот она. На следующем, не фотографии, а на следующем рисунке, вот она, и вот она. Вот это все. А посмотрите, что ли это самое. Для красоты взяли, якобы там еще цветочки растут. Им трудно было. Разные цветочки, нарисовали. Две крайние, самая левая, самая правая. Тот же самый цветочек, развернутый на 108 градусов. Я в разведке не служил. Честное слово, не служил. А то подумаешь, что я с кончиком служил. Нет. Я металлург. Хороший металлург, кстати. Там тоже мозги нужны, оказывается. А то у меня тысячи. Два жили, были три брата, два умных, один металлург. Ну, какой бы ни было, но тоже не дурак. Вот это вы увидите. И у меня также папе, ой, там еще какие персики. А я показывал, не дошел до туда. Все, не буду возвращаться. Ну, кого бы еще бы показать. Давайте тогда сделаем еще проще. Значит, еще бы проще, чтобы вы не попадались. Сейчас ниже погляжу. Где-то такие вещи есть. Ну, у меня есть специальные фильмы. Я их уже показывал. А вот я, ну, допустим, будем заканчивать разговор. Дело в том, что вы сказали, хочу, написали. Даже не сомневаюсь, что железов-то вышнет. А я могу вам как высадить? Смотрите. Итак, у меня есть абрикосы. Они настолько густо плодоносят. Ужас! И вот когда вы возьмете, купите, ну, не у меня лично, а у сына, абрикос, когда найдет до плодоношения, когда увидите, это чудо из чудес. Я вам показал бы сейчас, но не буду, уже время много. Вот. Это чудо, это сказка, фантастика, которая оказалась реальностью. Вот эти вот ветки у всеми абрикосами, как это. И если бы вы их увидели, вы бы нам сказали, ёлки-палки, да это никакая не колонна, но это ещё и лучше. Вместо одной ветки палка. Вот. А, это уже другой вопрос. Так, об этом потом. Смотрите, что получается. Значит, самое наглое советует отрезать боковые ветки. Я такие видел, я фильмы снимал. Если я, при мне потрошили посылку от фирмы Беккер, самой подлой на данный момент в стране фирма, которая грабит людей, высылая всё дерьмо, какой-то представить, то же все под видом колонн. Так? В том числе. И вот получается, что, когда люди обижаются, ответ один. Отрезайте боковые ветки. А боковые ветки являются ветками продолжения. Они же, на них переходит так называемое полудношение. Центральный штаб может дать здорово немного яблок. Вы видели, я это показываю? На следующий год уже должны давать боковые. А потом боковые с боковых. А потом, то есть, вот так я показываю. Так, так, так. Сейчас я не буду. Всё это в фирмах есть. Просто я за вас испугался. Если я скажу, их нету, вы подумайте, хитрый парень, наверное, продал, и пойдёте искать дальше. Не ищите. Не найдёте. Чистая колонна. Это вот такой сгулькинг. Нос, нос, нос. Не то, что вы подумали. Такой вот корешок. Такие вот немножко. Вот. Меньше бороды. Три раза меньше борода у староверов. Вот. И она немножко яблок даст. У меня есть колонна с сырынка. Я для чего покупал? Веточку срезать. Я знал, что я 500 рублей выбрасываю. А потом взял, и хоби оставил. Прошло 14 лет. На третий год одна дала два. Две плода. На десятый год второе плодозношение ещё два. Итого четыре. А второе вообще не одно. Это через дохло. Вот это есть норма. Ну, правда, Сибирь я не укрывал. Вы можете получить, помните, тот рекорд? 17 яблок. 18 яблок. Ну, в общем, я разговаривал, мне надо заканчивать разговор. Вот. Смотрите, кстати, самое интересное, как легко поверить. Перед этим потом увидите. Я показал три, как бы, близнеца. Кто-то не поленился, а все три рядом. Я ещё говорил, ветка справа, а тут она слева, ветка слева, а там и справа. А потом кто-то взял селёдку, вырезал, и теперь она одна и докажет, что это враньё. Густо, вешанное. У них есть одна подлая вещь, её видно очень плотно, точно на этой картине. Вот. Это тоже, ребята, попали в здоровье колновидное, или похоже на колновидное. Никогда. Вам обязательно отрежут нижние ветки с нижней частью колон. Там и так ничего не вырчит, ни хрена по-русски. Ну, как можно нижние ветки в каждой колонне отрежать. я почему обратил внимание. Справа ещё одна якобы колонна. И вот незамазанные раны одна, вторая, третья, вот эта глупость, дикость, которая ещё до конца уменьшает всё это дело. Нет, всё-таки я не могу успокоиться. Сейчас покажу. Вот, мы сейчас будем смотреть, да, смотреть. До конца. Вот, всё, что вы видите, сливу, грушу, вишню, вот, нарисованы. И всё равно им штампы делают вот это, потому что считается, что дерево без штампа, оно неправильное. Вот. Ещё вот этот момент, ещё что-нибудь подскажу. сейчас, 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 Там у меня здесь фигурирует одна фотография, рекламная, там найти будет, там на переднем плане штук восемь плодов на одной, а на заднем плане на восьми таких же колонавитов, в общей сложности шесть, я бы, понимаете? И такое же я видел, я скоро повторю, наверное, я снимал фильм про это, про финские саженцы, в том числе колонны. В Финляндии по восемь тысяч привозят, продают Питер. Там много богатых, Читин сказал, дураков. Раз богат, он не может быть дураком. Почему тогда цена восемь тысяч? Значит, берут. И вот там на целом ряду этих же яблок их штук восемь. А ведь она рекламная, это все, это предел. Вот это я еще хочу сказать, да? Сейчас еще чего-нибудь переберусь. Вот это, как они рисуют. Если бы вот это дерево, которое сейчас на экране, вот, якорь, для красоты нарисовали два абсолютно разных сорта, подчеркиваю, нарисовали. Тот же фон зеленый. И вот у них, получается, без всякого не связали их, не сделали рядом два-три мощных кола, ничего нет. Вот. Я показываю не вам, а вот пока, вот так это не надо. А, так вы все ведет, кроме вас. Вот. Она должна была разорваться с вероятностью сто, сто один процент. Невозможно выдержать. а люди не понимают, что им вот это тук-тук подсунули. Еще показать что-нибудь? Я не могу успокоиться. Вот. Вот это вот все. Чистый, стопроцентный обман. Все до единого нарисовали. Чистый, стопроцентный обман. А ведь купятся. Большой Беккер ухитряется. Ну, наверное, я буду заканчивать разговор. Так, я отнял ваше время. Сколько им денег спас? Знаете, если бы у меня были бы это настоящие колонны, я бы продавал засаживание в тысячу по пять. Вот. Ну, сейчас вот я вернусь. Скажите, сейчас, секундочку, вот, я сейчас возьму, покажу еще раз свою фотографию, да? Например, вот эту. Если бы она у меня фрагурировала, например, ну как, вот это, или вот это, вот это. Фрагурировала бы как рекламная. Мог бы я продавать по две, по три, по пять тысяч. Если бы каждый урожай будет по пять ведер с маленького деревца. Вот. И на последок последнее. Приехало телевидение, фильм был снят, диск хотите, подарил, Вольку, продам, продам, денег у меня мало. Он стоит 300 рублей. И там одна из туалетов, как телевидение. Я убрал яблоки из этого газона, с травы, все. Вот. Чистый опыт и стряс. Это все. Получил мировой рекорд. И на следующий год яблони была мертва. Вот. Я всегда говорю, здесь было огромное количество, вот передо мной огромное количество яблок. После трясения, даже если бы я каждую не торопясь бы снял руками. Вот. Все равно бы она погибла, потому что на плодушках, плодовых образованиях, остаются после того, когда оторваешься, когда не сама падает, когда сама падает, там сразу вот эта рамка, после от отрыва, яблоньки, вот, неважно, груши, чего угодно, персика, она тут же зарастает воском и уже готова к зиме. А вот когда я тряс, шуткая, ко мне телевидение, собака, но я такой герой, вот, а я это самое, в насече год была мертва и за сотен, сотен, по-моему, тысяч ранок. Вот. И вот это надо знать. Отрывать, значит, уменьшать возраст жизни коричь и дерево, короче. Это само упадет, там другое дело. Но когда падает, бьются сами, создайте. Товарный вид уже не тот, хранение хуже. Идеальных технологий не бывает. Сейчас будем заканчивать, разговаривать. Да, да. Крайне-то я поняла о том, где не вращение буду вести с ним все это рекламу в интернет. Нет, вы можете поприкалываться. Вот так. И так же, как я, взять и самый настоящий фильм создать. Пришлете мне, я выставлю на ютубе. Дело в том, что мне одному приходится воевать. Я каждый раз говорю, я еще по сайтам не прошелся. Какие красивые сайты. Ой, боже. И вот там, на этих сайтах, я недавно такой фильм снял. Там, вот, сейчас, лапша, какой можно только себе представить, да, но там можно позвонить, и они сами, только нажмешь на сайт, что угодно. Вот. Какие вопросы? А задать им вопросы, записать, как я сейчас громко. И все, и это самое, и выставить ютуб. Пусть объяснят, то есть, сада нет, а саженцы есть. А сада нет, а саженцы есть. Саженцы есть, а сада нет. Ну что, спасибо вам за компанию, вы мне дали возможность лишний раз, я раз в несколько лет поднимаю этот вопрос, зная, что просмотров у меня мало. Вот. За каждый фильм, за каждый фильм я еще помощница девочке вместе рублей, она должна это превратить в фильм, это в черновик. Вот. Вы мне ничего не должны, я вышел в черновик, а потом будет еще музыка, титры, все. Вот. И он появится в ютубе. Студент, как меня, получает за каждый из этих сотен фильмов по 200 рублей. Если кто-нибудь пришлет на мой телефон 8 960 776 86 72 100 или 200 рублей, да хоть 50. Я буду рад, лишний фильм будет сделан. Вам не относятся, я высылаю бесплатную, а бесплатный черновик этого кино. Буквально через считанную минуту. Хорошо? На деньги я вам сэкономил. Да, да, мы сэкономили. Ну, что, до свидания, давайте дальше мы спросили, а, просто про абрикосы. Ой, второй телефон, моя невестка, 8 913 444 3178 Если остались, договоритесь с ней. Если у меня абрикос взрослый не дает 10-20 ведер, поэтому для меня это топор, пила. Ну, я видела ваше деревье в Межгородской области. Чего-чего-чего? Кто там торгует? Ваше деревье в Межгородской области. А, а почему, я не знаю, ну-ка, у кого? Можете подробнее? Ну, нет, я не буду говорить у кого, но заказывали на вас, поэтому я вот сейчас уже по отзыву нашла вас в интернете. Ну, то есть все честно, да? Это настоящие мои? Да, 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 А то я боюсь фальшироваться, и там реально очень много плодов. Очень много. Вот за это спасибо, а то у меня все время в уныние впадают. Фальшивок развелось. Много, что ломает ветки, и приходится делать подпорки, и подпорки не выдерживают. Ну, это действительно прямо много. А кто что-то может быть? я их пробовала, меня угощали, я их пробовала. Так, жаль, не могу вас расцеловать. Я даже не ожидал такого сюрпризу. Люди подумают, что вы засланный казачок. Нет, я не засланный казачок вообще. Я просто по отзывам написала вам, потом позвонила. Так, все. Все, 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 все. Ну, ладно. Теперь давайте точно расстаемся. Не будем испытывать терпение людей. Ждите от меня кино. Если через у меня еще провалы памяти, через полчаса не получите, напишите там по электронному адресу потом. Вот. Где мой фильм? И пару слов. Крепкий. Хорошо. Ну, ладно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Пока. Продолжение следует...